Никто в полиции не верил, что они когда-нибудь снова найдут этот старый фургон «Фольксваген». Владелец приходил почти еженедельно, умоляя их продолжать поиски. Было очевидно, что с этой победой связано что-то ещё. Когда полиция, наконец, обнаружила автомобиль, они быстро выяснили, что с ним на самом деле происходило. На первый взгляд, внутренность старого фургона выглядела обычной. Было видно, что он десятилетиями простоял заброшенным в лесу, но больше ничего необычного не было. Так было до тех пор, пока они не начали исследовать транспортное средство немного глубже. Они быстро поняли, что владелец не сказал правду о том, почему он так сильно хотел вернуть фургон. Он утверждал, что это имело для него сентиментальную ценность. Офицеры никогда ему не верили, но теперь у них были доказательства того, что он лгал сквозь зубы. Полиция столкнулась с этим человеком в тот же день, и он понял, что облажался. Но он чувствовал себя так сильно, что у него не было другого выбора. Ему нужно было вернуть то, что было в фургоне. Но что на самом деле было в этом старом фургоне, который один из джентльменов так сильно хотел вернуть на протяжении десятилетий, и как полиции вообще удалось найти это транспортное средство. В течение последних нескольких лет местную полицию крайне раздражал пожилой джентльмен, который продолжал приходить почти каждую неделю, чтобы спросить об угнанном фургоне. Он хотел знать, нашли ли они его уже и продолжают ли искать. Ответ полицейских всегда был один и тот же. Фургон числился в списке пропавших транспортных средств, и если бы кто-то сообщил об этом или попытался продать его где-либо, это появилось бы в их системе. Но этого пока не произошло, и офицеры также не ожидали, что это изменится. Они тоже не очень активно искали эту машину. На самом деле они никогда этого не делали, поскольку это просто стоило бы им слишком много времени. Они много раз пытались объяснить это джентльмену, но он так и не принял этот ответ, он счёл его неприемлемым. Несмотря на то, что полицейские спрашивали мужчину, зачем ему так срочно понадобился фургон обратно, несмотря на то, что он уже получил компенсацию по страховке, он только ответил им, что просто очень привязан к этому старому автобусу Volkswagen. Но никто в полицейском участке на это не купился. Было очевидно, что с этим человеком происходит что-то ещё. И хотя некоторым офицерам определённо стало любопытно, они смирились с тем фактом, что, вероятно, никогда не узнают правды. Владелец никогда бы этого не сказал, а найти этого человека на данный момент казалось невозможным. К настоящему времени его не было уже несколько десятилетий, и, скорее всего, он где-то гнил. Если его ещё никто нигде не заметил, он мог оказаться на дне озера или раздавленным на свалке металлолома. Но на самом деле оказалось бы, что офицеры сильно ошибаются на этот счёт. Оказалось бы, что фургон на самом деле был намного ближе, чем они могли ожидать. Это действительно появилось бы на их радаре в случае чистого совпадения. Они не могли поверить своим глазам, потому что думали, что никогда не найдут этот пропавший фургон. Турист, путешествовавший по близлежащему лесу, позвонил полицейским и сообщил, что нашёл изношенный синий фургон «Фольксваген». Он позвонил им, потому что лес был охраняемой территорией, и спросил, могут ли полицейские что-нибудь сделать, чтобы отогнать фургон. Полицейские не понимали, что фургон был тем самым, который они искали всё это время. На самом деле, поначалу полиция не придала этому особого значения. Офицер, ответивший на звонок, очевидно, не сразу установил соединение, но когда он ввёл номерной знак в систему, он получил подтверждение. На самом деле, это был точно такой же фургон, как тот, который они искали. Но как это там оказалось? Через некоторое время они поняли, что фургон был тем самым, за которым пожилой джентльмен приезжал каждую неделю. Он так точно описал фургон, что всё в участке знали, как выглядит это транспортное средство. Но теперь они должны были что-то сделать, чтобы увезти фургон подальше от запретной зоны в лесу. Он быстро позвонил паре других офицеров, чтобы сообщить о том, что он только что узнал, и обсудить, что они могут делать дальше. Он очень скептически относился ко всей этой ситуации и хотел найти решение как можно скорее. Протокол был очень чётким в отношении такого рода ситуаций, но действительно ли они хотели следовать ему на этот раз, или они могли сделать что-то другое? Им следовало бы немедленно позвонить пожилому джентльмену и сообщить о своей находке, но если они были правы насчёт того, что с фургоном происходит что-то ещё, то мужчина, вероятно, не хотел бы, чтобы они приближались к машине. Поэтому им пришлось придумать другой план. Они должны были выяснить, что случилось с тем старым синим фургоном. И поэтому они решили сохранить фургон в лесу в секрете, потому что хотели узнать больше о фургоне и выяснить, почему он оказался в лесу. По крайней мере, у них была возможность посмотреть на это самим. Они собирались забрать его в тот же день днём, но не знали, что найдут внутри. Итак, два офицера направились к координатам, которые им передал турист на небольшом эвакуаторе. Добраться до этого места было нелегко, так как в эти части леса не было дорог. Поэтому им пришлось найти способ добраться до небольшого участка, где был найден фургон. Им было очень любопытно посмотреть, что искал этот человек. Но почему мужчина оказался внутри запретной зоны леса и почему транспортное средство вообще оказалось там? Одним из логичных сценариев было то, что кто-то украл его и спрятал там, чтобы не попасться полиции, но им было интересно, что в нём будет для воров. Сотрудники полиции были озадачены этой загадкой. После того, как они попытались разгадать эту тайну, они пришли к выводу, что, возможно, дело было вовсе не в фургоне. Этот человек так сильно хотел заполучить фургон, потому что знал, что внутри есть нечто гораздо более важное. Таким образом, воры в то время знали, что внутри автомобиля что-то находится. Кто находился внутри автомобиля? После относительно трудной экскурсии им, наконец, удалось найти фургон. Поскольку фургон был синего цвета, он сразу выделялся на фоне зелени леса, и полиция недоумевала, как никто не мог найти его раньше, ведь это было так очевидно. Теперь им предстояло исследовать внутреннее пространство фургона на случай, если они найдут какие-нибудь улики. Через пару минут они обнаружили, что двери фургона закрыты, но, приложив немного усилий, они смогли открыть дверь, так как бревна с годами сгнили. Теперь им было легче проводить свои исследования, и им было по-настоящему любопытно найти какие-нибудь зацепки. Окна были покрыты мхом, и им пришлось воспользоваться фонариком, чтобы заглянуть внутрь машины, несмотря на то, что была середина дня. Трудно было найти что-либо из ряда вон выходящее. Правда в том, что обстоятельства были для них не самыми легкими, поскольку фургон, казалось, был изношен временем. Возникла ещё одна трудность, когда дело дошло до обыска внутри автомобиля. Они также должны были убедиться, что смогут вернуть его владельцу так, чтобы он не смог догадаться, что они исследовали его до этого момента. Владелец понятия не имел, что полицейские нашли этот фургон. Поэтому они придумали другой план, чтобы убедиться, что всё закончится хорошо. Лучшей идеей было быстро погрузить фургон на эвакуатор и перевезти его обратно в город. Они не хотели возвращать его в полицейский участок, так как не хотели, чтобы джентльмен узнал, что теперь его фургон у них. Пришло время узнать больше об этом фургоне. Их план был под давлением, поскольку некоторые другие события ускользнули от их внимания. Старый джентльмен был очень заметной фигурой в городе и обычно точно знал, что происходит. Другими словами, джентльмен к этому времени уже был осведомлён обо всех действиях, происходящих в лесу. Конечно, джентльмен был достаточно умён, чтобы держаться на расстоянии. Он нашёл способ держаться достаточно близко и со своего безопасного расстояния увидел, как полицейские перевозят что-то крупное, возможно, даже размером с фургон. Он решил проследить за ними, и поэтому конфронтация была неизбежна. Полиция решила провести расследование из полицейского участка в соседней деревне. Таким образом, к этому не было бы привлечено особого внимания, и обычная полицейская работа всё ещё могла бы продолжаться. Прошло совсем немного времени, прежде чем они извлекли выгоду из своих осторожных действий. Джентльмену явно было что скрывать. Странным было то, что этот джентльмен был достаточно прав, чтобы привлечь полицию, поскольку он приходил туда еженедельно, чтобы убедиться, что они ищут фургон. С другой стороны, он хотел оставаться рядом, возможно, из страха, перед тем, что его обнаружат. Как уже упоминалось, у джентльмена было не так уж много друзей в полицейском участке, но всё же был один офицер, близкий к выходу на пенсию, который мог относиться к джентльмену с симпатией. Они выросли вместе. Следовательно, офицер понимал, что джентльмен в беде, но был ли он полезным другом или кем-то, кто знал больше? Как только офицер понял, что фургон был найден и куда его отвезли, он осознал, какая важная информация оказалась в его руках. Он проверил свою честность как офицера и приданность своему другу, больному джентльмену. Он решил позвонить этому джентльмену, не уточняя местонахождение фургона. Джентльмен признался, что он уже знал, но потерял след в транспорте. Он был благодарен за информацию, но также признал, что единственная информация, которая ему была нужна, это информация, которая была скрыта офицерам. В то время как старик отчаянно пытался выяснить, куда офицеры увезли его фургон и оказывал все большее давление на своих друзей старших офицеров, полиция начала осторожно разбирать фургон в надежде что-нибудь узнать о нем. Они понятия не имели, что джентльмен знал о том, что они нашли фургон, что фактор времени становился все более и более важным. Здесь они приятно проводили время, так как хотели иметь возможность потом вернуть фургон на прежнее место. Процесс был долгим и трудным, и офицеры расстраивались все больше и больше, поскольку просто не находили ничего необычного. Они действительно ожидали, что, возможно, найдут украденные бриллианты, деньги или даже оружие. Все, что может быть так важно для мужчины и что нужно держать от него подальше. Офицеры продолжили свои поиски, но они не знали, что их время практически истекло. Старший офицер уступил мольбам джентльмена после того, как тот объяснил ему правду, и теперь он, наконец, знал, где найти свой потерянный фургон. Он помчался в отдаленный полицейский участок в соседней деревне так быстро, как только мог. Все, на что он мог надеяться, это на то, что офицеры не нашли того, что искали, поскольку это означало бы, что ему придется пройти через очень длительный процесс, ради которого он здесь не присутствовал. Старший офицер рассказал джентльмену, где был найден фургон. Он не объяснил, почему фургон оказался там и что с ним делали полицейские. Но этот человек вполне мог рискнуть высказать предположение, поскольку знал, какое впечатление должно было сложиться о нем у офицеров. Они уже должны были понять, что для него дело было не в фургоне, а в чем-то внутри. Ни один человек в здравом уме не вернулся бы за машиной в такое время. И джентльмен знал, что его мотивы на самом деле могут быть немного безумными. Но это ни на йоту не остановило его. Когда он добрался до небольшого полицейского участка, то сразу же увидел, как полицейские разбирают его фургон на части. На такой маленькой станции было не так уж много места, чтобы скрыть то, что они делали. Джентльмен выбежал из своей машины навстречу им, крича полицейским остановиться. Оба офицера сразу узнали голос джентльмена и поняли, что их поймали с поличным. Они понятия не имели, как этот человек нашел их, но знали, что должны привести веские доводы в пользу своих действий. В противном случае им пришлось бы объясняться со своим командиром. Джентльмен хотел немедленно пробежать мимо полицейских, чтобы забрать свой старый и теперь уже разобранный на части фургон. Но они не могли этого допустить. Офицеры пережили слишком много неприятностей только для того, чтобы позволить этому человеку увести их потенциальную находку у них из-под носа. Они могли легко удержать мужчину подальше от его фургона и потребовать, чтобы он заполнил соответствующие документы, чтобы получить свой фургон обратно. Но тогда джентльмен просто потребовал бы, чтобы они не трогали его фургон, пока он не будет обработан. Это не было идеальным решением ни для одной из сторон. Офицеры и джентльмен решили присесть на минутку и обсудить это друг с другом. Может быть, здесь они смогли бы прийти к взаимопониманию. Джентльмен признался, что в фургоне было что-то, что он искал, но в этом не было ничего противозаконного. Можно было бы достичь соглашения. Мужчине было позволено пойти и забрать из фургона то, что он хотел, при условии, что офицер сможет подтвердить, что это было. После этого фургон можно было уничтожить, сколько угодно, заботясь о джентльменах. Его можно было отвезти в фургон. Можно было даже перевезти прямо сейчас, прямо на свалку. Офицеры в ожидании наблюдали, как джентльмен открыл бардачок старого фургона, что они уже делали, но там не нашли ничего необычного. Но джентльмен точно знал, где ему нужно достать маленький альбом с картинками. На глаза джентльмена навернулись слезы. Офицеры и раньше держали в руках фотоальбом, но, просматривая его, ничего об этом не подумали. Но это было именно то, что джентльмен искал все эти десятилетия. В альбоме были последние фотографии его покойной жены. Они всегда были у него в машине, чтобы он мог смотреть на них каждый день перед работой, никогда не ожидая, что их украдут. Он ничего так не хотел, как вернуть его обратно, но знал, что полиция не станет прилагать особых усилий ради каких-то фотографий. И таким образом он придумал план возвращаться и сообщать о фургоне каждую неделю и вести себя как можно таинственнее, чтобы вызвать любопытство полицейских. Он хотел, чтобы они подумали, что в фургоне есть что-то незаконное или, по крайней мере, заслуживающее внимание. И его план удался. Офицеры были раздражены, но они мало что могли с этим поделать. Они попались на совершенно законную уловку старика и поняли, почему он сделал то, что сделал. По крайней мере, теперь он больше не будет раздражать их еженедельно.